друзья приветствую юрий из воронежа прислал посылку с образцами масла оликвимоле топ тег 4200 нового поколения new generation 530 это вот у нас c23 свежий самый последний допуск sp так вот сами образцы это описание масла там в папке я не вытащил сразу описание автомобиля немножко пролила сейчас почищу ну и можно будет приступать сейчас я создам первым делом естественно эталон обновлю спектр на ранее созданные болванки посмотрим что намерит прибор подкорректируем если потребуется вот и можно будет проверить отработку так вот допуски допусков много у данного масла так здесь четко видно что есть эстеры однозначно сейчас я увеличу диапазон покажу вам да это примерно три процента эстеров так сейчас выбираю далее масло это подкорректирую значение которые сместились так по противоизносным присадкам 104 процента причем здесь эстеры еще есть то есть достаточно высокий уровень противоизносных присадок так сохраняем гликоли нет так здесь стоит обратить внимание кислотная 206 и щелочное 6 но во-первых разная разность гостов по щелочному и я думаю что из-за такого количества эстеров здесь конечно занижение я уже сталкивался с тем что когда три и более процентов тому же идет занижение но может быть даже от двух поэтому я выставляю данные соответствии с заявлением производителя то есть восемь с половиной возможно надо было бы кислотная чуть понизить но честно говоря раз по повысил это вот дельта увеличил ну не стал трогать и да ну и все эталон создан можно проверять отработку значит смотрите это тойота хай люкс тринадцатого года трехлитровый дизель 7500 пробега общий пробег у нее почти 7 литров объем картера общий пробег и 270 277 тысяч 280 часов на масле и посмотрите значит фосфор цинк классические противоизносные присадки 56 процентов но здесь надо не забывать что стр присутствует они основную защиту осуществляют так посмотрите как мало сажи 0 18 процентов значит у юрия написано что игр заглушен что чип тюнинг на машине 212 лошадиных сил так растет кислотное ну понятно почти три единицы и снижается щелочное 45 ну пока все здесь в норме но хочу отметить что до отличное состояние топливный не вижу я проблем несмотря на такой уже серьезный пробег не вижу проблем сейчас я покажу сравнение вязкости свежего отработки посмотрим обычно при заглушенном и гр есть некоторые загущения так здесь значит эксплуатации 50 на 50 город трасса иногда буксировка прицепа топлива лукойловская так ну и смотрите вообще обалдеть 280 часов масло практически не сдвинулась но тут то есть я не вижу здесь изменений она как была такая осталась вязкость стоит супер отличная настройка чип вообще шикарный сделан то есть видимо настройщик очень грамотный подправил смесь супер вообще никаких вопросов до отметьте это видео не забывайте подписаться нажимайте колокольчик чтобы не пропустить новое видео и оценка ресурса но вот здесь честно говоря вот я немного не понимаю значит смотрите оценил оцениваю я ресурс 366 часов мото 9800 километров по нейтрованию это около 500 часов 468 по вязкости понятно что здесь бесконечность то есть вязкость даже можно не смотреть можно было этот пункт вообще исключить но тем не менее два интересных пункта кстати уже не первый раз убеждаю что 400 500 фильтр подходит но и мне немножко непонятно вот что значит в некоторых машинах дизелях масло ходит по 700 часов почему здесь около 400 возможно что это c3 sp свежие допуски возможно что с этим связано ну и конечно большую роль играет база что тут по базе непонятно напишите кто знает какую базу используется к сожалению я не могу посмотреть по спектру этот диапазон отрезан производителем но недоступен это диапазон у нас там 700 там примерно 50 до 800 здесь диапазон начинается измерение с 900 и кстати я прочитал интересный момент что уровень топлива можно определять тоже по спектру наличие бензина на спектре показывает и и тоже этот диапазон находится до 900 от 755 по моему до 800 вот производитель этот диапазон отрезал у него есть отдельный девайс на определение содержания топлива возможно из-за этого они чтобы продавать два устройства вместо одного ограничили этот диапазон скорее всего так и есть но вот такие результаты как бы отлично мотор работает как бы вообще по вопросу по нему нет ни по разжижению не по загущению сажа шикарная невысокая средняя скорость 27 но такая сажа то есть супер можно сказать в принципе масло отработало хорошо но для дизеля немного непонятно я конечно ожидал что дизель побольше будет ресурс масла ну что есть то есть благодарю юрия за предоставленные образцы за поддержку канала всем кто посмотрел данное видео моя благодарность за это желаю всем удачи и здоровья берегите себя и и близких всем мира пока